В Казани закончился первый этап конкурса «Про движение». В нем приняли участие 52 пьесы от 35 авторов. В середине октября будет сформирован шорт-лист и начнутся читки. И уже в декабре лучшие произведения появятся на театральных сценах. А пока в татарском тюзе ожила книга деда Каркутта. Все уже увидела Маргарита Петрова. Да, Альбина, так театр открыл свой новый сезон вместе с плетками, копьями и танцами в духе шаманов. Казанский тюз имени Кориева открыл новый сезон мудростью из книги деда Каркутта. Одиннадцатый рассказ легендарного поэта-песенника артисты переложили в красивую сказку под названием «Айрыс Батыр». Спектакль поставлен благодаря гранту Союза театральных деятелей России. Спектакль начинается со светлой радости. У правителя Агузов Казанхана рождается наследник Айрыс, что означает «Луналикий». Но рядом и завистник, и это властелин тьмы Тагавар. Воплотивший его опытный Ленар Низамиев впервые предстал перед зрителем в образе злодея. Не все же время положительных героев играть. Мне это нравится. И зрители тоже тепло встречают. Чтобы героический эпос был как можно ярче, театр снабдил его пластикой в душе шаманов. Отрабатывать магию движений приехала хореограф из Алтайского края Флёра Янышева. А композитор Эльмира Галимова добавила к своей музыке медитативное звучание ханга. Это азербайджанский эпос. Это эпос любви, родину любить, детей любить, защитить женщин, мужчин. Свой новый сезон открыл и филармонический джаз-оркестр. Коллектив начал с абонементного концерта для детей. Ведущие Джим и Миссис Камертон рассказали ребятам о трубе, саксофоне и других инструментах. А музыканты исполнили мировые джазовые хиты. Готов встречать зрителей и большой концертный зал имени Сайдашева. Там впервые за 19 лет провели ремонт. Заменили пол, двери, перетянули кресла. Но главное – это новое световое и звуковое оборудование. В зале ежегодно проходят более 300 концертов, проводятся фестивали и, конечно, абонементы. В этом году их приготовлено три взрослых – камерной, хоровой, органной музыки и столько же образовательных детских. Тем временем камерный балет «Пантера» готовит премьеру совместно с хореографом из Франции «Тамали Брен». Этот спектакль коллектив покажет на фестивалях в Екатеринбурге и Москве. Затем вновь приступят к репетициям уже с постановщиком из Канады. А на открытие своего сезона артисты позвали солистов Лейпциг, оперы Германии, Оливера Прайс и Роми Авимарк. И на следующей неделе стартует театральная декада в честь Туфана Минулина. И не пропустите во вторник открытие второй международной Казанской биеннале графики. Спасибо, Маргарит. Субтитры создавал DimaTorzok